Будем общаться с Алексеем Левченко, заместителем главного редактора российского издания «Вёрстка». Доброе утро, Алекс. Приветствую. Алексей. Да, доброе утро, доброе. Ну вот по различным телеграм-каналам несутся, конечно же, свежайшие сообщения в сопровождении видеонаблюдениями за тем, что происходит в Ростове, куда движется, какая техника, что, значит, делают вагнеровцы и местные власти, как реагируют и, конечно же, как стягивают ту же Росгвардию. Люди снимают, забрасывают это всё в телеграм. Как думаете, а какая будет реакция простых людей? Как россияне вообще относятся к этой так называемой СВО? Ожидают ли они каких-то мятежей или, как Пригожин, называют свой марш справедливости, чтобы в конце концов это всё прекратилось? Как вы думаете? В какую сторону? Мятежей они уже могут не ожидать, потому что он уже случился. Как бы есть факт мятежа. Касательно того, какую сторону они займутся, вы знаете, сейчас ситуация максимально неопределённая. Очевидно то, что мы видим со стороны простых людей в том же Ростове, они просто смотрят на это как на кино. Но, к счастью, там пока всё достаточно безопасно происходит, там нет столкновений и там нет, поэтому, перестрелок, и смотреть на это можно безопасно, без риска для жизни. А в целом ситуация может развиваться сейчас совершенно по разным сценариям, поэтому, чью сторону займут россияне, мы пока тоже не можем сказать. Скорее всего, они будут наблюдать за тем, как та или какая группировка победит. Алексей, ну, россияне будут наблюдать. А по вашему мнению, ну, что-то будет определять отношения самих россиян? Или всё-таки определяющим здесь есть ставка, которую делает та или иная башня Кремля, да, на вот этих игроков, которые сейчас присутствуют вот на этом поле, вот этого мятежа, о чём вы говорили? Ну, безусловно, это же не предвыборная кампания, с одной стороны, где люди могут определиться и проголосовать потом на выборах за того или иного кандидата. Но, с другой стороны, мы видим, что Привожин сам по себе ведёт себя ровно, как такой классический популистский лидер, который пытается привлечь на свою сторону максимально широкие какие-то слои, которые разделяют идеи несправедливости, вот эти его интенции, что война выгодна олигархам, что война выгодна людям с рублёвки, у них много денег, давайте мы их сейчас придём и накажем. Это такие классические популистские тезисы, которые, безусловно, могут быть близки достаточно большому числу людей. О, кстати, реакции военной элиты, политической элиты. Если вы наблюдали за этими всеми сообщениями, которые несутся, близкие к спецслужбам Российской Федерации канала «Инсайдеры» сообщают, что некоторые подразделения отказываются подчиняться Минобороны, а в Кремле паника. В то же время Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса, напомню, раскритиковал действия Евгения Пригожина и заявил, что его действия являются пособничеством врагу. Тут цитата дали. «Знаю, ситуация на фронте не хуже Пригожина и свою позицию никогда не скрывал, но чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо, как тут культурно сказать, засунуть политические амбиции туда, куда все подумали, силам поддерживать фронт. Ну, то есть здесь же я не могу, да, потому что мы в прямом эфире, но ощущается некая нервозность и злость. Мы понимаем, что это где-то официальные лица политически так же думают, но, может, еще и похлеще, да, с русским словцом крепким. А тут публичная личность, которая не является официальным политиком. Вот, и любые попытки ослабить его есть не что иное, как пособничество врагу. Как вы бы охарактеризовали то, что происходит сейчас внутри политических и военных элит? Ну, вы знаете, то, что мы видим, это, на самом деле, серьезный паралич власти, потому что сама картинка, когда человек, которого только вчера как бы объявили военным преступником, и ФСБ возбудило прочнее уголовное дело, он спокойно находится в штабе Ростове в Южном военном округе и разговаривает с заместителем министра обороны, как ни в чем не бывало, и ведет себя там совершенно по-хозяйски, это говорит о том, что, в принципе, правовая вертикаль действовать перестала в России. Это значит, что в Министерстве обороны раскол, потому что то, как ведут себя генералы с Пригожиным, показывает то, что они не поддерживают фактически свое руководство, они не поддерживают ни Шойгу, ни Герасимова. И таким образом мы наблюдаем достаточно серьезные проблемы внутри элиты, и мы посмотрим, как бы анонсировано выступление Путина, до сих пор Путин не отреагировал никак, возможны разные варианты, и в этом смысле пока мы наблюдаем некоторое замешательство, хотя все давно ожидали каких-то подобных событий, и в первую очередь, конечно, это касалось именно Пригожина, который вел себя, как, знаете, такой трикстер в российской политике, то есть персонаж, который нарушает все возможные правила, и ему ничего за это нет. Несмотря на это, все равно мы наблюдаем серьезное такое непонимание, что будет дальше. Алексей, а знаете, вот вопрос, знаете, у меня вот такой возникает, но как бы вы оценили в целом саму серьезность этой ситуации, насколько все серьезно? Или нет вариантов, да, 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 для Пригожина, знаете, порешать, понимаете? Да, мы же-то со стороны это воспринимаем. Сядет так с министрами или там замминистра, они там все устаканят, мы же там не враги, мы делаем одно дело, но давайте все-таки там, к примеру, мы не будем подписывать контракт с Минобороны, о чем, в принципе, есть соответствующие распоряжения и указы, пожалуйста. Пока это самый серьезный кризис российской власти с 93-го года, как минимум точно, когда было противостояние Верховного Совета и президента Ельцина, может быть, даже ее аналогии будут и похуже. Здесь много сейчас исторических аналогий, да, и с Маршем Муссолини сравнивают, когда он к власти приходил в Италию. Есть известный пример Лавра Корнилова, который тоже как раз вот примерно оттуда же начинал свой мятеж, но вот посмотрим. Так вот, собственно, это как вы воспринимаете? Это такие мятежи, ну, то есть это фактически переворот. Мы понимаем, что Пригожина это по-другому называет, но... Но еще не переворот, да. Это уже как можно... Попытка или как? Попытка должна произойти переворот, должна произойти смена власти тогда. Ну, это попытка, да, получается? А доедут, как думаете? Ну, это даже нельзя назвать... Это даже нельзя пока назвать попыткой, потому что не очень... Как бы Пригожин не заявляет свою цель конкретную, но явно он ведет себя, конечно, как человек, который берет, пытается взять власть в свои руки. Но он об этом не заявляет. Он говорит какие-то странные требования. Дайте мне Шойгу и Герасимова, и никто не знает, зачем они шел с ними дальше. Что он будет с ними дальше делать? Что он их арестует, спасает? Непонятно совершенно, как бы зачем или что. Вот, поэтому очевидно, что его амбиции простираются дальше. Но, конечно, может ли власть пасть? Но сейчас власть у Путина шатается очень сильно. То, что мы увидели в лице Минобороны, это, конечно, серьезный вызов. Алексей, смотрите, сейчас, как мы понимаем, Путин, да, его окружение, они, ну, стоят перед определенным выбором, да? Вот, кого же поддержать или как же разрулить? Какие-то есть там варианты, давайте так, ну, не безопасные, а более-менее удобоваримые для кремлевской власти и для самого Путина? Для самого Путина, очевидно, сейчас будет попытка. То есть велика вероятность, что мы услышим введение либо режима контртеррористической операции по всей стране, либо военного положения. И это такой классический набор реакций, который происходит в кризисной ситуации. Но дальше все это либо закончится серьезным кровопролитием, либо просто Путин очень быстро потеряет власть. Ну, вот еще тогда вдобавок, кстати, о потере власти Путина, потому что как-то анонсирует-анонсирует его выступление, оно все переносится да переносится. Песков опять сообщил, что обращение Путина ожидается скоро. Ну, не указывается ни времени, ни дня, а, возможно, и месяц, смотря сколько нужно временно подумать. Поскольку мы помним, какая-то тоже вяленькая реакция была на то, то, как Легион Свобода России заходили, граждане России, собственно, заходили на свою же территорию и объявляли, давайте же объединяться. Но вот, смотрите, мы с вами также должны были еще и обсудить хроники, так сказать, могилизации, что россиян на фронт лучше не соваться. А может ли стать вот этот мятеж Пригожина триггером для объединения, чтобы лучше не воевать, а закончить эту войну? Есть ли какой-то такой, ну, может быть, срез таких мыслей, скажем так, среди военных, которые, ну, вот гибнут, повестки приходят и приходят им, а они не хотят воевать? Могут ли они объединиться с Пригожиным вместе, пока воспользоваться ситуацией, и не идти на фронт? И как это все должно было бы выглядеть, по вашему мнению? Возможно, расчет Пригожина строился на то, чтобы привлечь на свою сторону ту часть российской армии, которая, ну, во-первых, недовольна тем, как идет эта компания, недовольна своими командирами, и, в принципе, не очень хотела бы воевать. И на этом этапе как раз Пригожина, очевидно, хотела бы привлечь их на свою сторону, как своих сторонников, и на них въехать в Москву триумфально. Вот. Безусловно, но люди, которые не хотят воевать, они вряд ли захотят участвовать в каком-то гражданском конфликте, на самом деле, поэтому здесь все не так очевидно. Ну, Алексей, а эта история, как по вашему мнению, отвлекает внимание, ну, в целом, да, от Украины, да, по большому счету? Потому что, как мы понимаем, сейчас возникает еще одна задача для, ну, официального Министерства обороны Российской Федерации. Это серьезная проблема для российского командования, которое все еще ведет военную кампанию, и им это грозит, это, конечно, отвлекает их ресурсы максимально, и ресурсы Кремля неслучайно они все говорят, что это удар спину. Может ли это привести к каким-то изменениям на фронте? Безусловно, да. И сейчас у Украины появится хороший шанс развить контрнаступление. Алексей, еще хотел бы у вас, ну, в целом, как бы вы оценили, знаете, вот то, как официальная власть Российской Федерации реагирует на то, что происходит? Да, если мы говорим там о Кремле, хотя мы уже там вспомнили о том, что это экстренное обращение Путина, оно откладывается, да, возможно, там вы скажете о реакции на местных уровнях в целом, да, возможно, там и в Московской области, в том же Ростове-на-Дону, да, все ждут чего-то, да, просто наблюдая и как там сверху все порешают, да, или каким образом мы можем оценить то, как они реагируют? Мы можем видеть, что происходит какой-то набор механических действий, который там должен происходить с точки зрения административной машины, то есть вводятся режимы КТО в Москве, в Воронежской области, вот сейчас объявлено. Мы не видим какой-то четкой сейчас позиции никаких губернаторов, непонятно, что делает губернатор Ростовской области, управляет он территорией или не управляет уже территорией. Совершенно понятно, что большая часть региональных лидеров, она просто будет ждать, будет ждать действительно, кто победит. Ну а как, по вашему мнению, эта вся история, знаете, непосредственно влияет там на позиции самого Путина? Потому что, ну, мы же понимаем, что, в принципе, сам же и Пригожин, и его ЧВК, это были такие, знаете, вскормленные кремлевским режимом, такие, знаете, дети, да, которые решали специфические задачи, да, по указкам, понятно, из Кремля и из Москвы, ну и, скорее всего, от самого Путина. А тут получается, что непосредственно сам Пригожин выступает против вот этой системы, которую сам же Путин олицетворяет. Да, сейчас мы, конечно, видим, что Путин фактически не контролирует ситуацию на собственной территории, потерян, как минимум, контроль над одним регионом, а может быть и над двумя, там непонятная ситуация с Воронежем. Но это в любом случае очень серьезный удар по его репутации, по человеку, который может, в принципе, управлять ситуацией. Мы посмотрим, потому что, вы знаете, были примеры, например, вот Эрдоган тоже находился в ситуации военного переворота и даже вынужден был скрываться, но в итоге сумел вернуться на свое место и побить военных. Это все закончилось тогда серьезными репрессиями и урусточением режимов Турции. Здесь такой вариант тоже не исключен. Путин, очевидно, будет цепляться до последнего и будет пытаться подержаться. Действительно, в Москве уже объявили и область объявили контртеррористическую операцию из-за бунта Пригожина, ну и также Воронежской области, мы и ранее сообщали. Но вот еще давайте послушаем одно из мнений из наших гостей и также с вами обсудим. Сейчас Путин стоит перед настоящим выбором, Шойгу или Пригожин. Кого-то из них он должен пустить, так сказать, в топку. Так, ситуацию с действиями ЧВК Вагнера в эфире нашего телеканала прокомментировал Олекса Океан, политолог, соучредитель национальной платформы стойкости и сплоченности и добавил, что Путин сейчас закрылся в своем бункере, перестал выполнять роль арбитра и принимать подобные решения. Давайте услышим. А сейчас весь российский народ смотрит и не понимает, что происходит на него. Мне очень интересно, как сейчас по России идет волна паники. Ведь люди попросыпались, часть проснулась еще ночью, например, Сахалин, как раз когда это все начиналось, и бегут куда первое? Правильно, в банкоматы снимать деньги. Поэтому сейчас будет валютные качели в России. Биржа уже реагирует стремительно к падениям. Параллельно с этим начнут заканчиваться валюта в обменниках. А рядом с этим люди побегут за ключевыми товарами, соль, спички и все прочее, как это было написано в советских учебниках, скажем, и историях про бабушек, про дедушек. То есть сейчас в России начинается вот такая вот нагребающая смута, которую взять под контроль за первые 12 часов Кремлю не удалось. И значит, скорее всего, не удастся в ближайшее время. Ну вот как вы считаете, именно так будут россияне реагировать уже в скором времени? Что в первое будет банковская система трещать из-за быстрого снятия всей налички с банкоматов? Магазины опять-таки паника. Как вы считаете? Колебания курса мы действительно наблюдаем сейчас, такие спекулятивные. Достаточно заметно подрос буквально за ночь. Будет ли это экономическая паника распространяется в традиционном способе? То есть будут ли люди закупать продукты? Это мы поймем, я думаю, чуть-чуть попозже, потому что сейчас просто все наблюдают. Как бы мы в России такие кризисы случались в 91-м году. В 91-м году все закончилось достаточно быстро. Тогда большой паники именно среди населения не было. Я имею в виду августовский путь. В 93-м году ситуация была уже совершенно другой. Там просто экономическая ситуация была максимально плохой. Посмотрим. Пока говорить о том, что есть какая-то экономическая паника, ну, нельзя. Есть, скорее, некоторое такое ожидание проблем в будущем. Тревожное волнение, да, вот сейчас все больше открывает граждан Российской Федерации. Но мы тоже будем следить за развитием этой истории, потому что мы понимаем, что она стремительно, стремительно развивается. Вот этот мятеж, да, который устроили пригожинцы, да, представители так называемой ЧВК Вагнера. Алексей, вам спасибо большое за разговор. Благодарим Алексею Левченко, заместитель главного редактора российского издания «Верстка». Был с нами на связи. Но...